Всем, ребята, привет! Знакомьтесь, это Игорь. Привет! Сюда, Игорь. Сегодня он нам расскажет, как он ездил работать за границу в Эстонию. В таком жанре на этом канале я снимаю второе видео, так что особо строго не судите. Хотя я мог таких видео и побольше поснимать, но вот только у меня многие друзья чутоками боятся. Постоянно их приходится уговаривать, чтобы подобные видео поснимать. У меня было три визы, но по факту я ездил на четыре разные работы. Это в Польшу, в Словакию и в Эстонию в последний раз. Сегодня именно поговорим о работе в Эстонии, как он туда попал, кем работал и что-нибудь еще он нам расскажет. Итак, первый вопрос. Ты до этого был в Польше, в Словакии и почему ты решил поехать в Эстонию? Заработная плата больше. Там больше плата, чем в Польше, в Словакии. А как ты вообще узнал и нашел работу в Эстонии? Через интернет. Просто через гугл? Через поиск? Не совсем так. Мне дали сайт работодателя, я там зарегистрировался, заполнил анкету, ну и он мне через некоторое время перезвонил. Этот сайт какой-то секретный или он общедоступный? Да общедоступный. Так что мы ссылку в описании оставим, да? Ну я бы не рекомендовал этого работодателя, ну а вы смотрите сами. Ну мы ссылку оставим, а там уже сами судите. Я вот допустим хочу поехать за конец работать. Какие мне для этого нужно собрать документы и сколько эти документы мне обойдутся в деньгах? Ну тебе надо сначала получить дозволение на работу от работодателя. Ну это оно бесплатно дается, ну а там уже, как вы договоритесь. Потом визовый сбор это до 500 гривен, плюс страховка, 3 месяца минимум, чтобы заехать в Евросоюз. Ну и все. Ну а так по словам вроде бы ничего сложного нет. Туги-то там минимальные бумажки, собрать думаю любой сможет. И теперь, кем ты туда хотел ехать работать? И кем ты там работал? Ехал я туда сварщиком, ну и хотел же соответственно сварщиком работать. А работал кем? Сварщиком. А, у тебя все по плану было? Да, я по плану все. Понятно. Давай теперь поговорим про условия работы. Какой рабочий график? Сколько платят? Ну, работали мы по-разному. Все зависело от количества работы на заводе. Ну минимум вот 8 часов мы отрабатывали в день. 5 через 2. Ну а иногда было и по 16 часов, если не успевали со сроками. Оплата велась почасовая или из-за выводки? Оплату платили почасовую, 5 евро в час, на карточку. Мы завели счет в банке. В эстонском? В латвийском, но на весь Евросоюз действует, поэтому без проблем. А, прикольно. А допустим, какие-то там премии, бонусы или наоборот какие-то штрафы? Есть такое там? Премии в бонусах нету. Штрафы, пожалуйста, это не выход на работу, или там раньше срока уехал домой, или в отпуске задержался. Бонусов нету, штрафы есть. Ты был там сварщиком? Или что именно вы делали? Что вы производили? Мы производили металлоконструкции. Это фермы, балки, связи и в таком роде. Я не знаю, что там. Кто знает, поймет. А, понял. Понял. С работы, в принципе, я все понял. А что по поводу жилья? Вам его давали, или вы его сами снимали, или вам его давали, но все равно вы его оплачивали? Жилье нам снимал работодатель. Мы платили 50 евро в месяц. А какие были условия? Сколько я жил там, допустим, в одной комнате? По-разному. Ну, человека два на комнату было. Так нормальные условия или там, типа, какие-то сарайи? Я жил в трех разных квартирах. Последние мне не очень понравилось. Предыдущие были нормальные. Как далеко от того места, где ты жил, была работа? Там, пешком ходил, или вас возили, или на автобусе там, в местном транспорте? От работы мы жили полчаса ходьбы. Ну, автобус ходил минут 15 на автобусе. Проезд стоит полтора евро. Ну, поездка. Но мы покупали проездной, это 15 евро в месяц. Сколько ты примерно в месяц тратил на еду и просто на проживание? На какие-то мелкие свои расходы? Ежемесячные там или ежедневные? На месяц хватало 200 евро прожить. Так 200 евро ты там экономил или нормально? Ну, не сказать, что я жил на широкую ногу. Продукты дешевые покупал. Если что-то там хотелось купить себе, покупал. Не отказывал. Да, не отказывал. Ну, пиво покупал. Ну, я знаю, ты же не куришь, тебе было проще. Да. Потому что там дорогие сигареты. 3,50 пачка сигареты. Космос! Ой, еще кое-что забыл сказать, то, что касается работы. На каком языке вам давали указание, что делать? На русском или на эстонском? Ну, это же постсоветская страна, так там большинство на русском разговаривает. Мастер разговаривал на русском. Проблем с этим не было. А мастер, он был эстонец? Нет, он русский был. Он русский, но живет в Эстонии? Он понимает и по-русски, и по-эстонски. И, наверное, по-английски? Нет, по-английски не понимает. Я вот недавно слышал такую историю, что Эстония сама страна очень маленькая. И там, получается, эстонский язык уже молодежь даже почти не изучает. Они изучают в основном английский. Ну, почему не изучают? В школе учат язык эстонский. Но дело в том, что там и на английский больше упор идет, чем на русский. Там ты приходишь в кинотеатр, и тебе фильм показывают на языке оригинала. И внизу пишутся субтитры, русский и эстонский. А фильм на английском? Да, фильм на английском носит, американский фильм. Местные понимают? Я разговаривал с парнем, он говорит, что да, так быстрее язык учится. А что ты можешь вообще про Эстонию рассказать? Ого, я знаю, хочу спросить. Ты какие-то эстонские слова выучил для себя? Да или нет? Ну, штучки три, наверное. А ну, давай, пару слов. Это кэсклине, это центр. Кэсклине? Да. Кэсклине, центр. Ти, это дорога, улица, как бы. Ти, дорога, улица, как будто чай по-английски. Ну да. Еще ж помнил слово. Подожди, дай вспомнить. Тера, тера. Ну, терра, это здрасте, это само собой. Ягит, это отходы. Ягит, отходы. Ладно, идем дальше. Нет, да можно повспоминать, это не проблема. Надо было по-профессу, да? Да, надо было подготовиться. Со слова Г. О, а какие-то эстонские матюки есть? Нет, есть, но я не знаю. Такие именно чисто эстонские? Есть. Но я слышал, но не запомнил их. Там, ну, в основном, все матерятся на русском. Русские матюки заполоняют весь мир. Я вам отвечаю. В Германии, в США, там, все наши маты прекрасно знают и понимают. В Эстонии, думаю, тоже. Сука, блядь, и ходят на кепке. Сука, блядь. О, русские, сука, блядь. Русские такие смешные. С четвертого этажа прыгают, еще и выживают. Сука, блядь, кричат. Что ты можешь рассказать про Эстонию? Что тебе там понравилось, не понравилось? Как тебе вообще страна? Не понравилось то, что тот же Савок, только в профиль. Если сравнивать с Украиной, то та же страна, только немного чище, немного дороже цены. А в быту чем, как они, в быту, там, вот семья, там, по-эстонски сейчас говорят или по-английски? Если семья русская, то по-русски, если эстонская, по-эстонски. Короче, вот дом в одной квартире по-русски матюкается, тут квартира рядом, тут уже по-эстонски матюкается. Нет, будут матюкаться по-русски, но разговаривать по-эстонски. Ты еще был до этого в Польше, в Словакии, если, допустим, Эстонию с этими странами сравнивать. Можешь что-то сказать? Да, что тот же Евросоюз. Менталитетом отличаются. Почему? Разные народы. Эстония отличается от той же Польши и Словакии, потому что это больше викинги, норвежцы. У них и внешность такая более северная, и менталитет такой неславянский, скажем так. Ну вот, допустим, ты вообще хотел бы жить в Эстонии? Нет. Почему? Украина роднее? Украина роднее, но не только поэтому. Жить ты там не хочешь, а планы туда еще на работу ехать есть? В Эстонию точно не поеду. Возможно, в Словакию, если получится. Ну или так, куда-то в другую страну. Разнообразия хочется. Да. Наверное, будем потихоньку закругляться. Давай напроследок, что ты можешь людям посоветовать? Стоит в Эстонию ехать на заработки? Или нужно пересмотреться к какой-то другой стране? Пару слов для зрителей. От души. Ну, если вы хотите ехать на заработки, то лично мой совет. Если вы едете в Эстонию, то обязательно по эстонской визе. Если в другую страну, то визу соответственной страны. Не рискуйте. Не надо ехать по польским визам в разные страны. Бывает такое, что дают визу в Польшу, а потом тебя уже с Польши отсылают уже в другую страну какую-нибудь. Да? Ты про это? Да, я про это. Так вот так лучше не делать. Не соглашайтесь на такое. Не, соглашайтесь на свой страх и риск. Это незаконно. Если вас поймает иммиграционка, вы заплатите штраф. Вам могут депорт дать. Ладно, спасибо за видео, что согласился снять его. А то мои некоторые друзья не соглашаются снимать. Я подобных бы видео гораздо больше записал бы, но не все хотят. Камеры боятся, блин, гады. Так что, ребята, этому человеку ставим лайки. Подписываемся на канал. И ждем следующих видео. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok